В выступлении Штвана Едярда, посла Венгрии в России, зал с первых минут встречает аплодисментами. Приветственная джечбу речь. Почетный гость выговаривает хоть и по бумажке, но почти без акцента. Как сам потом рассказал, был удивлен тем, насколько легко далась ему эта речь на Удмуртском. И в очередной раз убедился, у венгров и удмуртов очень много общего. Конечно, очень много венгров сейчас интересует, что происходит в Удмуртии, какие возможности, какие следующие хорошие шаги, чтобы наши две республики, можно сказать, будут приблизиться. Но первое, что отметил посол, как только приземлился в Ижевске, красоту местных девушек. Правда, как истинный дипломат, он тут же уточнил, что и венгерки хороши. Но когда удмуртки одевают свои национальные костюмы, они для посла превращаются в венгерок. Сходство этнических нарядов почти стопроцентное. Мы, так сказать, относимся к финно-угорской группе народов. И хотя мы вообще-то финская ветвь, а не угорская ветвь, но это, собственно, братские народы. Они когда-то жили здесь, здесь находилась их древняя прародина. Для того, чтобы почувствовать себя единой языковой семьей, с общими предками и культурными корнями, в Ижевск вместе с послом приехали и артисты, венгерские музыканты и танцоры. Почувствовав интерес публики к своему творчеству, несколько часов подряд со зрителями разучивали танцы. А потом и вовсе взяли несколько уроков у нашего ансамбля «Эктон Каркап». Мастер-классы по венгерскому народному творчеству – это только первый этап большой программы «Дни венгерской культуры» в Удмуртии. Уже завтра для всех желающих в кинотеатре «Дружба» откроется кинофестиваль венгерских фильмов. Зрителям покажут самые нашумевшие картины – от классики до современного кино. Софья Цыгинцева, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия».